а здрасте друзья всем привет уленьки короче фарм-менеджер новая игру ленька сразу небольшая предыстория в общем то есть 18 скажем так версия этой замечательной игры и вот недавно вышла 21 пару месяцев назад я хотел начать по ней прохождение не знаю для всех или для спонсоров но в общем то хотел начать полез в steam и увидел что а вот скоро выходит 21 там еще была демо-версия пролог по-моему называлась там 15 минут у нее поиграть можно было ну точнее там компания была доступна и ты ее проходишь всю за 15 минут так вот решил отложить и это дело на апрель когда она выйдет а потом релиз перенесся а потом меня там косяки какие-то были я не хотел записать но не мог в день релиза вот сейчас появилась такая возможность поэтому в общем-то пилотная серия такая по этой замечательной игре в общем-то я долго думал компанию записывать то есть типа сюжетка сюжетка обучение я не знаю как по-другому сказать или же поиграть свободный режим или может быть даже сценарий тут есть всякие интересные сценарии правда они довольно хардкорная я вот открыл первый там реально хардкорно в общем то я не мог решить но время знаете все игра вышла у меня была возможность в нее играть не было возможности записать поэтому компанию я прошел точнее как закончил у меня тут вот есть последнее задание но точнее я закончил но вот у меня осталось сохранял к перед последним заданием заработать миллион в принципе если я наверное продам все со своего склада все что у меня тут есть миллион я наверное даже и заработаю да у меня тут дохрена всего и в общем-то поздравляем время игры 17 часов 13 минут на самом деле компанию можно пройти и быстрее если во первых не тупить во вторых не как я то есть я мог провафлить какой-то момент и мне приходилось целый сезон целый год ждать вот 2035 год я дошел в общем то что за игра на самом деле это менеджер фермы если кто-то не знает и тут и есть дохренище всего можно заниматься всякой хернёй самому тут кататься на тракторе нельзя но можно его купить и будут кататься грубо говоря на имя ты можно вот сажать всякие поля с морковочкой или с петрушкой короче дохренище всяких культур можно вот яички добывать то есть курочек разводить рыбку перепелиные яйца страусины и другая рыбка молоко коровье овечье и что-то козлиное козье козлиное шерсть соответственно из культур понятно всякие пестициды от насекомых грибков всякой фигни удобрения различные абрикосы короче вот вам все культуры которые здесь можно добывать выращивать мед мясо всяких животных в общем то понимаете да очень дохрена всего семена все это надо отдельно покупать короче бизнес мутить и так далее плюс куча заводов по переработкам вот они у меня тут тоже стоят все такие прекрасные красивые короче менеджер до менеджер грубо говоря вот по курс play у вас все работает ничего не надо тут все просто есть некоторые изменения по сравнению с восемнадцатой частью но как по мне они не такие сильные но игра в любом случае стал лучше прям это точно много чего исправили из того что должны были исправить он поехал трактор тюковать самом деле можно все это довольно близко приблизить что даже есть фото режим можно прям вообще близко за всем этим дерьмом наблюдать ну короче все это понятно довольно таки условно обычная игра на перемотке короче компания до компании не интересно поэтому мы пойдем свободный режим играть может быть потом как-нибудь я по прохожу еще сценарии так что в общем то погнали отсюда нахер создаем в общем то ферму месячные зарплаты опаньки уровень сложности наличные 1000 доходы животноводства слушайте я не знаю можно даже и сложно попробовать поставить экстремально не хочу а сложные вполне себе можно пожары несчастный случай электричество вот электричество кстати я бы вырубил это не интересное нововведение или по хардкору поставить экстремальный не дают там экстремально идут уже потом сценарии и кстати такой настройки раньше был не было болен фиг его знает и даже не знаю что выбрать хочется их давайте ладно сложно никакого хардкора тут гринда очень много игра классная но гринда очень много что является большим минусом короче говоря а вот она наша фирма давайте пока на паузу поставим у нас есть 1 миллион денег у нас есть вот такая земля землю в принципе можно покупать дополнительную будет стоит она не так дорого 65 тысяч черт я ее купил да ну и ладно но и хрен с ним хотел показать а тут не спрашивает хотим на купить или ник не хотим купить короче говоря есть домик фермера его можно улучшить будет за 10000 принципе давайте сразу это сделаем тоже и будет у нас в такой красивый домик фермера вот и чем здесь можно заниматься можно строить поля разных размеров в общем-то пока что такое самое большое но если мы прокачаем домик можно будет делать 100 на 100 можно строить дороги различные гравийные гравийная дорога гравий не знаю почему не так называются ну да ладно также можно разводить животных дом по а до пчелок можно разводить эти пчелки будут добывать нам мед причем есть здесь три вида меда есть рапсовые гречишны и многоцветковый если рядом будет расти поле с рапсом или гречиха или гречих как она правильно хрен его знает называется то будет соответственно мед гречишны или рапсовый у пчелок а если не будет то просто многоцветковый короче есть курятник где можно разводить курочек и не только курочек ведь позволяет разведение там целых 4 птички нарисовано маленькая страусиная ферма средний курятник это все тоже мы построить сразу не можем надо проходить специальные курсы это я вам тоже покажу короче страусиная ферма есть маленькая курятник в котором тоже там перепелки всякие гуси и утки я не знаю я не жарю в птичках потом посмотрим есть рыболовный завод который позволяет разведение карпа и форели по моему если мне не изменяет память также есть коровник где можно разводить олени и корова коровки дают молоко олени просто идут на мясо свинарник в котором дикие кабаны и поросятки по факту тоже они на мясо только идут но еще не какают поэтому можно будет поля удобрять соответственно тоже средний коровник средний свинарник небольшой сарай где у нас козы и овечки там они дают и молочко овечки еще дают шерсть ну соответственно большой свинарник средний сарай большой коровник большой сарай это в общем-то все понятно общение здесь мы можем построить здание здание для сезонных работников и постоянных работников то есть нам надо будет нанимать работников для того чтобы они работали на заводы и к животным назначается вот постоянный работник на полях работают такие не заняты короче кто свободен работников там тоже есть свои специализации это в общем то тоже еще покажу и еще есть здание для сезонных работников. Грубо говоря, нанимаете их, они там какое-то время работают, потом сами увольняются. Я, в принципе, с этой херней не играю, поэтому всегда будем нанимать здание, точнее, будем строить здание для постоянных работников и нанимать постоянных работников. Далее есть куча производств. Ну как куча, в принципе, хватает. Во-первых, хранилище для силоса, ну ладно, это понятно. Производство семян и рассады, кстати, с этим я еще ни разу не играл, надо будет посмотреть, как это работает. Хотя, мне кажется, дешевле будет их все равно покупать. Не так часто они нужны и... ладно, посмотрим. Соответственно, мельница, которая делает муку и семечки, там мак, рожь, пшеница, овес, лен, семена льна какие-то есть. Короче, дохренище всего скотобойня, которая мяско делает. Молокоперерабатывающее предприятие, всякие сыры различные, масла, переработка фруктов, там всякие джемы и чернослив, это курага, я так понимаю, делается, судя по картинке. Завод по переработке овощей есть, всякие соки, маринованные огурчики, квашеная капусточка короче, дохренище тоже всего. Завод по производству замороженных продуктов, тут всякую херню можно будет заморозить, она почему-то замороженная стоит дороже, чем свежая не знаю, но хранится дольше на самом деле, поэтому, ладно, будем считать, что понятно. Есть еще завод по производству масла, тут всякие масла, подсолнечное рапсовое, конопляное, льняное и так далее. В общем-то с этим тоже понятно. Есть всякие склады, также силосные башни, вон три штуки для хранения зерна, склад, сарай, там они для разных, ну уж скажем так, предназначаются и накопитель для навоза. Два вида гаража есть, обычная парковка и гараж. В гараже зимой техника не портится, то есть повышает долговечность машин на 30%. В принципе машина изнашивается, надо будет их чинить. Есть тут различные украшения, эти украшения кстати вроде как влияют на настроение наших работников, поэтому может быть и имеет смысл их ставить, потому что настроение влияет на их производительность и так далее. С другой стороны здесь не так много украшений, может быть потом когда-нибудь что-нибудь добавят. Ну и еще остальное, колодец водокачка, теплички в которых можно круглый год что-то выращивать, ветеринар на клиника, чтобы не вызывать постоянно ветеринара, свою ставите, потому что животные могут заболеть, а так сразу же ветеринар будет их лечить. А также животные, если будет место, они захотят там чпокаться и размножаться. В общем-то тоже ветеринар им поможет. Есть такая штука как гараж механика, соответственно не надо будет чинить технику, тоже сам будет это все делать. Есть и травая установка, с этим я не игрался, не знаю как это работает, но можно будет в принципе посмотреть. И центр логистики, в общем-то позволяет работникам пользоваться грузовыми автомобилями, чтобы быстрее перевозить ресурсы между строениями. У него большой область действия, вообще у всех зданий есть область действия, то есть оно должно быть в пределах досягаемости. По поводу техники, что есть в игре. Никаких лицензий, ничего здесь нету, технику можно покупать новую и поддержанную. И в общем-то тут все просто. Плуг один, сажалка, косилка, тюковщик, культиватор и так далее. Всякого такого здесь нету. То есть много всего, но всего по одному. Три трактора, два комбайна, в общем-то этого всего вполне себе хватает. Работники сами будут этим заниматься, сами будут кататься на них. В общем-то все это здесь можно довольно-таки интересно обыграть. Слушайте, электричество я вырубил, но вообще его здесь надо будет наверное ставить. Хрен его знает. Ладно, посмотрим. Я вроде выключил, галочку снял. Ладно, неважно. В общем-то друзья, мы начинаем по сути дела такую вот карьеру. Я еще вот на данную секунду не придумал с чего начинать. В общем-то если я увижу по просмотрам, по лайкусикам, что это заходит, то соответственно будет продолжение. Если будет как прошлые разы, потому что я уже пробовал начинать все это дерьмо и оно прям не зашло вот от слова совсем, то тогда карьера будет для спонсоров только, да. Но я ее поснимаю. Поиграем. Ну и сейчас нас ждут довольно-таки большие траты, потому что надо придумать с чего же мы таки начнем. Можно начать например с рыбки, почему бы и нет. Прикольно вообще конечно будет выращивать все самому без закупок. Тут можно настроить даже автоторговлю, чтобы ресурсы все покупались, продавались и так далее. Это все классно. Ладно, не знаю почему, но давайте начнем с рыбки. Поставим два рыболовных завода, они довольно-таки дешевые. например их всунем прямо вот сюда. Раз. Черт как я не рассчитал место лошара, ну и ладно. Вот, в общем-то поставим здесь два рыболовных завода. Да, кстати они строятся здесь тоже, все это красивенько сделано. Приезжают рабочие, все строят, все прикольно. Сейчас они построятся, посмотрим что нужно для корма рыбкам. И наверное поставим поля, будем все это дело выращивать, пускай жрут свое. Мне кажется это будет самым правильным. Можно в принципе сразу же понятно, нам нужен будет обязательно домик для рабочих, для постоянных работников. Тоже пускай вот здесь вот стоит. В принципе ферма понятна в какую сторону у нас будет расти, раз мы эту территорию купили. Давайте быстрее стройте, съемая. Чего так долго-то? Он уже целый дом построили почти. Не? Да, дом построили, но это понятно. Тут большие такие, скажем так, сооружения строятся они довольно долго. Евушкин, вот третий этаж пошел строится. Ладно, прикольно. Да, здесь стало возможно промотать зиму и это прекрасно, потому что зимой делать, грубо говоря, вообще нечего. Оп, все готово. Во, у нас появилось два вот таких вот замечательных, можно нажать на паузу, здания с рыбкой. Итак, нужно будет назначить по одному работнику сюда и надо будет купить рыбку. Во-первых, у нас будет карп в одной. Давайте возьмем штук 20 их. Я думаю, этого должно хватить. И форель пускай у нас в другом. Разводится тоже возьмем штук 20. Они, я так понимаю, будут очень быстро размножаться. Так, что они будут у нас кушать? Они любят рожь, кукурузу, торго, гречиху и сою. В принципе, можно 4 культуры из этих выращивать и это будет уже качество корма у нас почти, даже с 3 оно почти на максимум, с 4 оно прям на максимум будет капец. Так, что у нас? Смотрите, три у них общие, скажем так, вот эти вот рожь, кукуруза и сорго. И там, и там есть. Поэтому мы выбираем их. И я думаю, что для старта этого вообще хватит. Можно взять поставить три поля и засадить их именно вот этими тремя культурами и сильно, в общем-то, не париться. Поля, кстати, можно вот с обратной стороны поставить. Тоже будет вполне себе нормально выглядеть, мне кажется. Поля сделаем небольшие, наверное. Давайте вот 5 на такс, еще раз. По 5 клеточек. Давайте 5 на 75 пускай будет так вот по максимуму. Не понимаю, почему мы должны платить за поле, как бы, ну ладно. Немножко это нелогично. Но вот так вот. Три поля. На этих полях, соответственно, мы будем выращивать, что нам надо? Рожь, кукуруза и соя. Соответственно, мы здесь выбираем рожь. Вот то, что есть поиск, это прям прекрасно. Пока что я не хочу вдаваться в эти все био штуки непонятные. Ну то есть это органический продукт, они там чуть подороже стоят. Не знаю, вот вообще очень зря. Вот это нововведение мне прям не нравится, капец. Так вот, короче, рожь. На второе поле у нас будет соя. Выбираем соевое семя. И на третьем поле у нас будет кукуруза. Вот такая. Есть кукуруза, семена кукурузы, это насечку, я так понимаю. А это на зерно. Разные семена даже сеются. Прикольно. Вот. Ну и для всего этого, для полей нам нужна техника. А для того, чтобы у нас была техника, нам надо сначала построить гаражи. Гаражей можно сразу же бахнуть будет, я не знаю. Давайте вот раз, два, три. И в обратную сторону. Вот так вот. Раз, два, три. И обвяжем все это дело вот такой вот дорогой. И будет красиво. 718 тысяч у нас осталось, но техника много займет денег у нас. Тут, кстати, можно сразу же посмотреть, какая техника нужна для полной обработки всего вот этого дела. И поэтому по списку ее, в принципе, можно и покупать. То есть трактор, плуг, сейлка, культиватор, удобрялка. Я вот не знаю, мы будем, мы же будем животными упарываться, правильно? Поэтому, наверное, мы поставим удобрять все навозом на всех полях. Во, вот так вот. И, в общем-то, надо все закупать. Комбайн, падла, дорогой будет самый. Короче, я закупаю технику, чтобы вас не мурыжить. Как это происходит, это прямо отсюда можно вот так вот купить. Новый. Выбираем парковочное место. Вот так вот его ставим. Опять тыкаем на поле. Выбираем следующую игрушку какую-нибудь. А вот то, что парковки так вот слетают, это не круто. Короче, закупаю и сейчас вы это все увидите. Вот, друзья, вот такой вот набор техники. Это минимальный, который надо было купить. Тут почти все новое. По-моему, тюкалка у нас бэушная получилась 56 тысяч. И комбайн удалось взять убитый. 22% у него состояния, но я его взял за 50 тысяч, а не за 300. Это большая разница. Мы сейчас поставим за 15 тысяч здание механика. Где у нас гараж механика? Во, гараж механика. Можно, в принципе, его даже вот всобачить прямо вот сюда, чтобы он на парковку ездил, если что был в зоне доступности. И он будет сам ездить, чинить технику, когда ей понадобится ремонт. Также один трактор, наверное, будет маловато, как мне кажется. Поэтому давайте возьмем... У нас есть еще 529 тысяч. Возьмем еще трактор, да. Можно даже взять синий. Будет один красный, один синий. Тут тоже есть поддержанный на 53%. Мы его за 29 тысяч всего берем. В принципе, тоже нормально получится. Давайте вот на эту вот стоянку пришпандырим. Есть два трактора, то есть у нас два человека сразу смогут работать. Также надо нанять работников нам сразу. Во-первых, давайте сделаем сортировочку по животным. Вот у нас есть что-то по животным не особо все пацаны и девочки. Карл Рябов. Слушайте, может быть, а интересно, можно ли переименовывать этих товарищей? Смотрите, близнецы Карл Рябов и Сильвестр Лебедев. Кто-то из них вышел замуж. И Марсель Афанасьев такой же. Одинаковые. Ну да ладно. В общем-то, нам нужно, во-первых, чуваки, которые умеют кататься на тракторах. Вот машины, переработка, машины, вынослись. Вот это вот. Маргарита мне нравится прям. Берем ее. Также машины, переработка. Возьмем ее тоже, пускай на тракторе рассекает. И нам надо рыбников назначить, которые будут с рыбкой. Блин, это вот завод вроде как, поэтому переработка с одной стороны, с другой стороны животные. В принципе, давайте возьмем, я не знаю, вот Сильвестра. Да и пофиг. Давай, Карл Рябов тоже. Давай. Вопрос. Можно ли их переименовать? О, слушайте, их можно переименовать. Ха. Прикольненько. Ладно, если карьера будет для спонсоров только, то потом пообзываю в честь кого-нибудь. В зависимости от того, кто как себя вести будет. А то знаю я, есть у нас всякие вредные личности, поэтому они будут девочками. Не буду называть имен Рома, но вы меня поняли. Так вот, что я хотел сделать. Нам надо вот сюда вот трудоустроить вот этих вот пацанов, точнее девочек. Сильвестер Лебедев и Карл Рябов. Два брата-акробата, два близнеца будут заниматься рыбкой. Тут в принципе все понятно. Далее, что нам надо еще? Нам нужны склады. Куда складывать все наше барахло? Во-первых, нам нужен элеватор для зерна. Можно сразу большой поставить вот сюда. Развернемся. Блин, дерево не хочется сносить. Дерево жалко. Ну да ладно. В общем-то, рядом с полями ставим элеватор. Пускай будет у него довольно большая тоже зона действия. Также нужно построить сарай. Здесь он не помещается, падла. Не помещается. Что-то как-то я неправильно все расположил, но в целом ладно. Пускай вот здесь вот он стоит. А также нужно склад построить. Давайте сюда вот напротив его запихнем. И в общем-то этого для старта нам вполне должно будет хватать. В общем-то можно даже время запускать. Семена и навоз они со... А! Хранилище для навоза надо, да. Обязательно. Давайте вот со зданием для работников пускай нюхают. Ладно, шутка. Не будем ставить рядом со зданием. Можно в принципе... Блин, по-хорошему его надо располагать рядом с животными, которые у нас будут. Что у тебя не так? Нет склада, нет склада, нет склада. Склад появится, не переживай. Ладно. С этим разберемся. Но вообще да, склад для навоза нам в любом случае нужен. Давайте в принципе пока что вот сюда его поставим. Пускай здесь и стоит. А здесь выведем дорогу и будем здесь тоже что-нибудь строить, как-нибудь что-нибудь развиваться. Потому что дороги наши все. Вот появился механик. Кстати, он должен будет сразу же выехать, поехать починить комбайн. Он это сделает? А! Вызови механика, если долговечность станет. Ну вот в общем-то мы ставим больше и он сразу поехал. Кто у нас тут? Вон дядечка поехал. Что-то колесо снял, что-то подлатал и все работает. Все прекрасно. В общем-то у нас уже пошла вон культивация. Это культивация пошла? Да, это культивация пошла. У меня все на перемотке стоит в принципе. Можно пока что первую скорость поставить. Вот чувак пошел пахать. Они в общем-то по очереди все здесь будут пахать. Сами всем этим делом будут заниматься. Единственное, пока что нашим рыбкам не хватает корма. Поэтому давайте наверное по 1000 килограмм всего этого сразу же закупим, чтобы им было что жрать, пока мы урожай не соберем. Не знаю сколько им вообще надо. Тут сразу есть подсказка сколько им всего надо. 48, 48. Но этого ненадолго. Хватит. Давайте хотя бы по 500 килограмм возьмем. Тут все измеряется в килограммах. Если что, не как фермер в симуляторе в литрах. Все в килограммах. Даже молоко по моему. А не, молоко измеряется в литрах. Но мы его покупать не будем. В общем-то покупаем вот это вот все дело. Сейчас машинки это все дело сюда привезут. И нашим рыбкам будет что пожрать. И они будут плодиться. Ну и соответственно на мясо пойдут. Мясо уже потом будем продавать. Пока что автопродажу я ставить не буду. Кстати вот я поиграл компанию. По моему выпилили тут такую фишку. Классная. Мне очень нравилось. Это срок годности всех продуктов. Была такая 18. В части этой замечательной игры такая штука. То есть молоко например обязательно надо было продать через какое-то время. То есть у него был срок годности или оно пропадало. Здесь по моему такого нет. Насколько я понял из компании. Я еще не все знаю про эту игру. Поэтому если вы что-то знаете и я что-то делаю не так. То обязательно говорите. Я птица не гордая. Все советы всегда принимаю. Во. Чуваку привезли навоз. Он поехал посыпать навозом. Тут короче все стандартно. В принципе на поле вот тут есть цикл. По которому это все будет у нас работать. То есть они сначала это пахота, культивация, удобрение, посев, потом опрыскивание против этих всяких штук. В случае надобности полив. Опять таки есть на поле влага. Если она становится маленькой, то обычной поливалкой можно спокойно полить и вернуть все это дело. Да, колодец надо будет поставить для этого обязательно. Также кстати в игре есть дождь и если идет дождь, то он эту влагу восстанавливает. Что прикольно. Ну и потом сбор урожая. У разных культур это по-разному. То ли комбайном это делать. То ли специальный там не знаю картофель копалкой какой-нибудь из корнеплоды. Плюс солома потом тюкуется и все это дело отвозится. И в общем то с этим всем можно развлекаться. Вот тут кстати уже рыбка у нас пошла. Вот она размножается уже 38. Наверное много я взял. Хотя она копейки стоит на самом деле. Поэтому не суть важно. На складе мы можем посмотреть что у нас есть. Это вот то что нам перевезли. Ну и плюс есть уже 118 килограмм карпа и 118 килограмм форели. Можно это все продавать. Понятно что за 280 долларов это продавать. Точнее тут функты насколько я понимаю это значок. Смысла нету. Будем. Вы знаете. Я люблю большие объемы. Поэтому будем развлекаться с большими объемами. Вот тут уже кстати все у нас посеялось. Текстуры не очень прям крутые. Но знаете для менеджера вполне себе подойдет. Не знаю. Мне глаза не режет. Через 70 дней это все дело вырастет. Это прекрасно. А вот и дождик пошел и влагу нам приносит. Я хотел колодец кстати поставить. Давайте поставим. Он у нас в остальном по-моему находится. Есть еще вот такая вот штука насос. Назволяет нам больше доступ к воде, которая будет служить для полива полей. Ясно. В общем-то разница только. Давайте вот сюда вот сунем. В этом самом покрытии в площади. В общем-то пойдет. Вот такая вот у нас пока что ферма получается. 260 тысяч. Ну в общем-то я надеюсь что это все нам в плюс пойдет. То есть мы должны будем зарабатывать деньги. Каждое первое число у нас будут большие списания как аренда, зарплата и всякая прочая фигня. Это в общем-то тоже понятно. А тут 101 день сой растет. Да, у всех культур разное время роста. Можно в принципе с тепличками будет. В общем-то пишите что поставить на самом деле. На этом мы наверное закончим. Такая пилотная серия получилась. Не сильно длинная. Опять-таки по вашим реакциям и по всей вот этой вот всей остальной фигне. Типа лайков, комментариев я буду смотреть будет ли это все дело у нас выходить в спонсорском доступе или всем. Ну и пишите идеи что поставить, что вообще чем заниматься. Потому что по факту тут много всяких занятий есть. Различных. В чем поугарать. Короче да. Пишите. На этом друзья у меня все. Лайкусики не забываем. Комментарии не забываем. А если еще не подписан на канал то подписывайтесь тоже не забываем. Серии заранее у нас и другой эксклюзивный контент доступен для спонсоров. Тем кто уже оформил спонсорку вам друзья огромнейшие спасибочки. Ну и у меня на этом все. Вот списались кстати денюжки 247 тысяч осталось. Пока что мы идем в минус. Но вроде как еды им должно хватить. Если не хватит мы об этом узнаем. Короче пишите комментарии и будем разбираться. Всем спасибо за просмотр. Всем покаки.